Здравствуйте учащиеся! Тема сегодняшнего нашего урока «Проблема человека в истории философии. Предмет основы философии». Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим такие темы, как философские концепции бытия человека, проблема антропосоциогениза, проблема смысла жизни человека в социальной философии. Итак, человек является сложным творением природы, общества и самого себя. Это и ум, воля, характер, эмоции, труд и общение. Вот почему ее изучают такие науки, как генетика, физиология, медицина, психология и другие. Сегодня эти науки объединяются в систему комплексного человековедения. Важное место в этой системе занимает философия. Вся история философии есть непрерывная попытка найти ответы на фундаментальные вопросы человеческого существования. В философии Древней Греции в понимании человека господствовал космологизм. Философы медведской школы твердили, что человек содержит все основные элементы космоса. Демокрит, вы знаете, что он греческий философ. Он утверждал, что человек в какой мере вселенная микрокосм, в такой же мере и человек является микрокосмосом. А Протагор считал, что человек – мера всех вещей. А Сократ поставил человека в центр своей философии. Платон различал в человеке бессмертную душу и тело. Теологическая концепция. Августин блаженно подчеркивал, что Бог есть и личность. Поэтому и человек, созданный по образу и подобию Творца, тоже является личностью. Концепция человека эпохи Возрождения. Эта оригинальность Духа Возрождения состоит в отвержении любых принципов ограничения земного развития человека. Бог смещается на периферию человеческой жизни. Человек отрывается от него и верит в себя. Философия нового времени от человека. Это дихотомия разума и тела решается на основе приоритета разума, управляющего срастями души. И именно разум, как основание для рационального отношения к миру, становится темой размышлений многих философов. Разум является главным оружием человека, его отличием и преимуществом по отношению к животному. Западная философия. Здесь есть ряд принципиальных открытий относительно человека. Человек – это животные, изобретающие символы и живущие в символическом мире. Человек – это существо свободное, открытое, находящее в процессе становления и развития. Человек – это микрокосом. В современной концепции в XX веке проблема человека становится неотъемлемой частью исследований практически всех философских направлений, в том числе и тех, что ранее выводили ее за идеи пределы. Факторы антропогениза. Это биологические и социальные факторы. К биологическим факторам относятся наследственность, изменчивость, изоляция, естественный отбор. А социальным мы относим труд, речь, сознание и культуру. Есть такой термин антропогениз – это процесс выделения человека из мира животных. Социогениз – это процесс становления общества. Антропосоциогениз – это двуединый процесс развития человека и общества. Человек по определению американского просветителя Бенджамина Франклина есть животные, создающие орудия труда. Итак, записываем домашние задания. Это тестовые задания. Ответьте на следующие тестовые вопросы и соотнесите термин и его определение. Итак, на этом наш урок окончен. До свидания.